Привет! Я понимаю, что вы мне сейчас скажете, что я забросил проект, и это правда. Я его действительно забросил. Причина заключается в том, что на подготовку одного выпуска у меня уходило огромное количество времени. Ну, то есть, просто посмотреть фильм и написать сценарий, там, день и иногда два. Плюс надо это все еще снять, смонтировать, чем я сам занимался и раньше, когда у меня была, так сказать, должность в компании, я это мог себе позволить. Сейчас, когда я начал сам на себя работать, времени катастрофически стало не хватать. Ну, плюс, посмотрите на мою рожу. Недосып еще никого не щадил. Но, тем не менее, это не значит, что я прекратил обозревать медийные войны. Я хочу подчеркнуть еще раз, что я изучаю этот аспект вне зависимости от каких-то идеологических подоплек. Мне просто, как специалисту в области медиа, крайне интересно, как вот притворяется образ той или иной страны, того или иного человека в зависимости от каких-то предпосылок, которые на тот момент были актуальны в той или иной медийной среде. Между Рэмбо и Командо есть фильм, который снят по тем же самым канонам, как и в вышеперечисленных двух картинах, только у нас он остался менее заметным, хотя клюквы там не меньше, чем в достопочтимом фильме Рэмбо 2. Фильм называется Firefox или Огненный лис. Начинается кино с того, что над заснеженными или полузаснеженными просторами Аляски летит вертолет. В экологически чистой местности бежит главный герой. Вертолет приближается к месту его жительства. Главный герой, заслышав его, ускоряет бег, наверное, понимает, что вертолет не голубой и внутри там отнюдь не добрый волшебник. Вот спроси вас сейчас, спонтолуику, в чем замес этой сцены, вы, не задумываясь, ответите, что, скорее всего, главный герой, бывший военный, который забил на все болт и вот живет теперь уединенно в труднодоступной местности. И к нему специально посылают неких представителей, не знаю, там, Пентагона, чтобы сказать, что есть некая миссия, выполнить которую может только он и никто иной. Никогда такого не было, и вот опять. Действительно, на фотографии, которая была сделана в пятницу и которая демонстрируется целому штату высокопоставленных американских военных, не только, кстати, американских, но еще и английских, говорится о том, что в городе Бильярск, я так понимаю, это населенный пункт, где жители специализируются на изготовлении бильярдных столов. Был замечен новый сверхсекретный самолет МиГ-31, который летает быстрее молнией и не заметен радаром. Короче, этакий советский стелс. Среди советских ученых есть свои люди, такие как Баранович, и этим надо воспользоваться. Соответственно, главный герой должен отправиться в Рашу и угнать тачку. А почему именно он? Потому что его мать русская, он на этой языке разговаривает с самого детства. И к тому же он такого же размера, как колонел Восков. Полковник Восков, являющийся пилотом данного самолета. И дальше фраза, которая является кормообразующей для всех подобных сценариев. Вы нам нужны, майор. Вы лучший из всех, кто у нас есть. И вот наш главный герой, которого зовут Митчелл Гант, оказывается в Москве. И при волшебном эффекте комбинированных съемок мы видим Красную площадь. А затем переносимся ко входу в отель, который располагается по факту в Вене. И это понятно, кто бы дал Клинту Иствуду снимать подобное кино в тогдашней советской Москве. В отеле надо испить водочки. И вот эта манера потребления нашего русского алкогольного напитка выдает в товарища гостя из-за рубежа, как тогда принято было выражаться. Довольно красочно они оформили Вену для создания необходимого антуража. Я не буду пересказывать весь сюжет, но Ганты помогает подпольная организация, которая борется за права евреев, ущемленных, я имею в виду, ущемленные права евреев в Советском Союзе. И вот как выглядит стандартная проверка в метро, когда в городе объявлена тревога. Все станции оцепляются Russian Army. Приступаем к изучению Russian Language и его pronunciation. Клевета заключается в том, что не было в Советском Союзе, в Советском Метрополитене, туалетов на станциях. И уж тем более в наших туалетах не могло быть таких приспособлений для вытирания рук. Если бы я в детстве попал в такое место, я бы, честно говоря, остался бы там жить. И вот с этого момента начинается некий сортирный подтекст в диалогах. У товарища сейчас спрашивают документы, но как? Минуточку, товарищ. Попоите. Бумага. Бумага бывает разной. Если бы он спрашивал бумаги, никаких вопросов не возникло бы. А вот теперь, и не я это придумал, главный герой скрывается в кабинке туалета, куда входит КГБшник. Гэбис понимает, что в кабинке кто-то есть, и что он у него спрашивает? Вот сидите вы в такой кабинке, обосравшись со страху, и вас спрашивают Сюши, бумага, бистро! На манер яйка, бабка, млеко, бистро. Данай, пожалуйста, тебе моя бумага. Но майор Гант не дается в лапы Russian State. Секлюрити. Используя ту самую хрень, которая не могла быть в советских туалетах, ну, не доросли мы еще на тот момент до подобных благ сгнивающего капитализма. А следующую фразу можно прям-таки вырезать и наделать из нее мемов. Я, кстати, оставлю там ссылку на Яндекс.Диск, конкретно с этим кусочком, для чего скажу в конце. Слушай, что ты делаешь? Солдаты-то на самом деле не армейские, а гэбисты. И вот лежит в кабинке труп, но даже у него просят, что? Милиция, бумага, пожалуйста. Да забирайте, господи ты, боже мой, потому что они не найдут нас. Они не найдут нас. Сейчас прозвучит русское, советское имя какое? Борис Глазанов. Борис Глазанов. Борис Глазанов? Вот так понятней. Один из тех, кто помогает американцу подобраться к нашему самолету, не еврей. Но какова же его мотивация? У него есть жена. Она участвовала в протесте на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию. Действительно, 25 августа 1968 года 8 человек вышли на Красную площадь, на лобное место, развернули там плакат «За нашу и вашу свободу». Это был настоящий гражданский подвиг, этих людей можно только уважать. За что и огребли по полной. Максимальный срок тюремного пребывания был 3 года. Одного из них засадили на 4 года в психушку. В фильме же говорится, что жена по-прежнему в тюрьме уже на протяжении 12 лет. Кто там будет проверять? А Гант добирается до очередного ученого, которого зовут... И вот он, Бильярдский информационный центр, я так понимаю, по производству бильярдов. Наталья, Наташа, Наташа. Хотя по факту прям Анна Ахматова, вот зацените. Пилота самолета зовут... И вот теперь самое интересное. Самолет, помимо того, что он там самый быстрый и все такое, может управляться импульсами мозга. Ну, фактически мыслями. Но для этого нужно думать, естественно, по-русски. А теперь вас ждет две фразы. Одна назад, а вторая, которую произносит герой Гант, переодетый в форму советского офицера, честно говоря, даже я ее не смог разобрать. Я, конечно, понимаю, что в Советском Союзе был жесткий дефицит бумаги. Но не настолько же. Поэтому подавись в гбис, проклятый. Вы должны привезти собаку и дальше там что-то. Для того, чтобы Гант смог пробраться к самолету, доктор Симолашки должен строить взрыв в ангаре, ну, понятно, чтобы отвлечь внимание окружающих. За это его по-сталински... А когда доктор Барановича предлагают выйти... Он не находит ничего лучшего, как стрелять по собственной охране. Ну, за это его и всех остальных тоже по-сталински... Хочу вам представить первого секретаря Коммунистической партии Советского Союза. Я разговариваю с тем, кто украл собственность СССР. А как вам наш маршал Кутузов? Ну, маршал Кутузов... И позвольте представить Дженерал Владимиров. Дженерал Владимиров? Да, Владимиров, мы ждем. Ну, Владимиров? Владимиров? Дженерал Владимиров. Тем временем над страною летит... Нет, не так. Над страною завис огненный лиц. Посмотрите, какой красавчик. Красавчик. Далее, чем огнет. И вот вам не только способность думать по-русски, но и говорить. Великолепный ас, и речь не про задницу, сажает прекрасный самолет на белый-белый-белый лед. Ему нужно заправиться от подводной лодки. Он даже позволяет себе бросить шуточку в адрес капитана. Ну, как, не знаю, мальчику на автозаправке. Подкачайте колеса и протрите ветровое стекло. Тем временем полковник Восков отправляется на перехват Огненного Лиса. И торжественно клянется, считайте американца мертвецом, товарищ первый секретарь. The American is a dead man for a secretary. Владимиров to Voskov. Владимиров to Voskov. Владимиров to Voskov. Начинается смертельная схватка со спецэффектами, как в советских игровых автоматах. Я вижу американца. И в этот момент, об этом сказано начальник фильма, у главного героя, у него же по сценарию, по законам драматургии, должна быть еще какая-нибудь, я не знаю, внутренняя болезнь, какие-нибудь воспоминания со времен Вьетнамской войны. И у Ганта они есть. И в самый ответственный момент, конечно же, начинаются у него жесткие флэшбеки. Как говорится, люблю запах напална по утрам. Но тут он вспоминает слова... Вы знаете, помните, такие были замечательные кинокартины про всякие восточные единоборства? И там в какой-то ответственный момент, вот, ну, Жан-Клод Ван Дамм, помните, да? Он вспоминает, вот его побили, он такой лежит весь в кровище несчастный, он вспоминает слова учителя, ты должен там чего-нибудь. И вот он вспоминает эти слова учителя, он настраивается на нужную волну и всех победил. Здесь то же самое. В самый ответственный момент он вспоминает слова Брановича. You must think in Russian. Ты должен думать по-русски. Думай по-русски. Думай по-русски. И вуаляу. Начнулся и начинает думать по-русски. Это, конечно, не звездные войны, но для того времени все равно круто. Финалочка, надо сказать, скомканная. Нет даже сцен, где он приземляется на родной земле, и, в общем-то, выходят люди, встречают его, бабки, оркестр, виски, девки и все остальное. Нет, он растворился в голом пространстве, он улетел, но обещал вернуться. Или, наоборот, никогда не обещал этого сделать. Тем не менее, Клинт Иствуд выступил здесь в роли не только режиссера, но и продюсера. Собственно, почему я эту картину и выбрал. А Клинт Иствуд, надо сказать, один из вообще культовейших актеров и даже режиссеров. Одна его фраза. Do you punk? Чего стоит? У меня был выпуск, где я об этом говорил. Ну, вот немножечко порции клюковки, не столь известные. Еще раз хочу сказать, как такие топчики, что бывали у меня до этого. Сейчас я давно этого не делал. Хочу объявить конкурс. Значит, у меня был выпуск вот на это дивное издание из Незалежной. Это такой вот киберпанк, который мы заслужили. Хочу сказать, что еще раз у меня нет никаких претензий, собственно, к комиксу. Просто они здесь зачем-то сделали историческую справку. И вот если бы они этого не сделали, то этот бы замечательный трешачок и не попал бы ко мне в выпуск. Но люди пытаются привечать к историческим каким-то штудиям народ. И там, конечно, полный бредятель написано. Но это как бы для развлекухи. А для эксклюзива вы получите еще вот такую книжку. Это еще самый первый тираж. Книги про пиар во время русско-японской войны. Огромное количество картинок. Я планирую ее пересдать, но чуть попозже. Что вам за это надо сделать? Вам нужно как раз-таки качнуть вот тот отрывочек, который находится внизу по ссылке. И сделать из него гифочку. Гифочку, извините. Там мемчик. Может быть, как-то поиграться с этим. Да, что-нибудь подставить. Точно так же вы можете взять любой скрин из выпуска и тоже сделать каких-то мемов. Прислать мне по любым удобным для вас способам. Там можно в личку в социальной сети, на электронный адрес, который я там укажу внизу. Через форум обратной связи на сайте все равно это приходит опять-таки на мой электронный адрес. Ну и, в общем-то, лучшие работы я покажу в следующем выпуске. Ну и победитель будет награжден посылкой этих замечательных вещей. Точно так же есть до сих пор в продаже два прекрасных издания. Абсолютно разных. Остросоциальный триллер. Петербургский корень называется. И путеводитель по Невскому. Каждый дом от начала до площади Восстания. Некоторые спрашивают, высылаю ли я их за границу. Высылаю. Но проблема в том, что стоимость посылки нашей почты превышает даже стоимость этих замечательных изделий. Если вы к этому готовы, то, пожалуйста, я сделаю. Идут мероприятия мои. Их сейчас гораздо меньше, чем летом по понятным причинам. Тем не менее, вот есть там все ссылки. Спасибо большое Насте Лавровой за вот эту замечательную футболочку. Она преподает вокал в Нижнем Новгороде. И не только. Занимается им еще и по сетям интернетным. Если вам это интересно, размещу там ссылку на нее. Обращайтесь по Пайоте. И еще одна такая небольшая интеграция моего замечательного, доброго волшебника. Сашу я уже представлял в моем выпуске, когда я ходил в Апраксин двор. Если вам нужен надежный проверенный риэлтор в городе Санкт-Петербурге, их есть у меня. Человек, с которым я провернул уже не одну сделку. И потом он, соответственно, зарекомендовал себя по заказам, которые шли уже с того ролика. Я там все оставлю на него. Обращайтесь. Чем может, поможет. На этом все. Комментарии. Увидимся. Вас ждет еще немало Тареша и Клюквы. Пока.